Приветствую вас, позвольте сразу заметить, что мой коллега Александр прав, говоря о том, что сны вашей мамы это отражение её переживаний, вот, и переживаний, сомнений каких-то. Вот, правда, тут не совсем может быть ещё понятно, каких именно сомнений, каких именно переживаний, да, вот, но то, что есть что-то такое, это, на мой взгляд, совершенно очевидно, вот, и я бы даже сказал, что не подвергаются сомнению. Единственное, что мне кажется, что дело не в вас, не в, не в именно вас конкретно, а скорее в том, что вы, по мнению мамы, совсем своим окружением, то есть сестра, папа, остались от неё дальше, вот. То есть она чувствует, как ото всех стало отдаляться. И она чувствует, что не только вы, но и все члены семьи, может быть, ну, как бы, может быть, её сторонятся, может быть, как-то вот, не позволяют ей, там, ну, может быть, проявить себя, да, например, и так далее. И она зовёт вас здесь. На мой взгляд, не потому, что хочет наладить отношения именно с вами. А потому что вы для неё выступаете, возможно, именно как спаситель, как ниточка к... с другим членам семьи, я думаю, так. А, конечно, это лишь предположение только. И маме нужно самой обратиться к психологу, хотя бы, для того, чтобы мы ей помогли, чтобы мы посмотрели, изучили, ну, профессионально изучили, то, что с ней происходит и, возможно, смогли бы помочь ей найти причину вот такого, значит, ну, такого поведения, такой поведенческой её реакции. Вот, я думаю, что так. Потому что во всех других случаях, мне кажется, это может быть просто, знаете, интерпретация. То есть, ну, просто вот интерпретация того, что произошло. Причём, интерпретация, да, именно психологам, вот, что тоже не является чем-то хорошим, правильным и так далее. Ну, потому что психолог, он же ведь 100 человек, да, и тоже может давать какие-то заключения совсем неправильным. А, у вашей мамы есть своя ассоциативная цепочка того, что она видел. И вот, по-хорошему, нужно разбираться именно с ней, с этой ассоциативной цепочкой. Тогда было бы лучше, понятно, что происходит, значит, ну, хотя бы с, хотя бы с ней, да? Вот. Что касается вас, значит, так. Значит, вы чувствуете опасность. Вы чувствуете опасность, и это, на мой взгляд, связанное с тем, какова ситуация в вашей семье. Вот. То есть, ну, какие проблемы в семье у вас могут быть, да? То есть, здесь, опять же, мой коллега, да, Александр, он справ в своем высказывании, что есть какие-то сложности у вас в отношениях, ну, могут быть какие-то сложности у вас. Но их нужно изучать, их нужно смотреть, их нужно исследовать. Потому что по-другому понять, что именно навело вас на мысль, ну, просто невозможно. Вот. Подумайте, вот эта мысль, которая у вас появилась, да? Какое чувство она вызвала, эта мысль? Ага. Что это было за чувство? С чем оно у вас ассоциируется? Куда уходит корням это чувство? То есть, ну, может быть вы, может быть вы когда-то уже что-то подобное чувствовали, видели, слышали, понимали, сталкивались, ну, с чем-то подобным. Вот. Тут нужно, тут нужно, как следует обо всем этом, на мой взгляд, подумать. Потому что это важно. Вот. И если вы как следует проследите за своими чувствами, я уверен, что вы поймете, с чем связана ваша тревога и каких решений требует эта самая тревога. Тревога с тревогой это всегда сигнал. Сигнал о том, что нужно что-то сделать. Сигнал о том, что нужно что-то изменить, что-то поменять. Да? Ну, в своей жизни. Я имею ввиду. Вот. А следующий момент, который я хотел бы затронуть, да, следующий важный момент, который я хотел бы вам, ну, обратить ваше внимание на него. Это то, что вы обесценили себя, да, обесценили свои чувства. А когда сказали, что понимаете, значит, что звучит это всё как бред. Вот мне кажется, что до той поры, до той поры, всё было хорошо. А вот здесь вы обесценили себя, то есть принизили свои переживания. И у меня, конечно же, вопрос. Как часто вы так делаете? Как часто вы принижаете свои чувства, свои переживания, свои эмоции, свои, может быть, даже какие-то желания. Вот. Что, на мой взгляд, тоже может быть. Ведь если это происходит, если вы это делаете, то я более чем уверен, что вы это делаете не впервые. Я более чем уверен, что вы делаете это, ну, периодически. Вот. А это значит, что у этого также есть свои причины. И вот интересно было бы поисследовать эти причины. Потому что обесценивание себя и своих чувств само по себе не возникает. Обесценивание возникает в результате определённого опыта, который есть у человека. И меня здесь, как психолога, да, как психолога, конечно, интересует этот аспект. В результате чего могло появиться такое отношение у вас к себе. Ещё раз повторю. То, что оно не случайно, да, то, что оно не случайно, я уверен на 100%. И, может быть, своё обесценивание вы как раз и получили, так сказать, ну, в наследство от мамы. И, может быть, именно это и чувствует мама ваша, когда понимает, например, что от неё отдалились. То есть, я хочу сказать, что, может быть, она всех обесценивает, а не только вас. Именно поэтому я с неё и отдаляюсь. Не нужно думать, что она это делает специально. Не нужно как-то вот на... Ну, думать, думать о маме плохо, я не хочу сказать, что она плохая. Я хочу сказать только то, что у этого, у того, что вот вы чувствуете, да, у того, что вы ощущаете, у того, что... есть у вас, есть у вас, у этого есть причина. Вот, у этого есть причина. И чем быстрее вы эти причины для себя поймёте и увидите, да, чем быстрее вы их найдёте, тем будет лучше для вас и, возможно, для вашей мамы. Вот. Ну и в заключение мне бы хотелось сказать, что психолог не может работать с третьим лицом, да, в контексте разбора проблем каких-то. То есть, грубо говоря, если вашей маме приснёсся сон, то разбирать его нужно непосредственно с ней. То, что вы выписали её сон сюда, это не самый хороший поступок по отношению к своей маме. Да? Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, пишите, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.